сегодня 5 сентября 2017 года это второе видео о том как меня покусали собаки во время нашей поездки в россию и о том как российская об этом видео и американская медицинские системы сработали в этой ситуации вот так вот выглядит первый укус практически ничего уже не осталось это второй тоже почти ничего не осталось мы прилетели из америки в самару 11 июля 2017 года и этот день в основном отсыпались на следующий день 12 проснулись и 6 утра сделали зарядку и пошли на прогулку но поскольку мы жили на самой окраине новые застройки это кошель в проект я решила спуститься в низинку в сторону московского шоссе пособирать сныть если найду для моего хлорофиллового коктейля я даже своего свой блендер привезла муж отказался со мной идти вот я здесь подожду я спустилась в низинку ничего ценного для себя не нашла и вдруг услышала нарастающий лай собак и увидела как ко мне через высокую траву несет составить собак 6 7 я развернулась руки в карманы и не оборачиваясь не глядя на них ровно зашигал обратно через несколько секунд собака побольше тяпнула меня сзади чуть выше колена я обалдела и страх прошиб меня насквозь тут собачка поменьше очевидно воодушевленная примером вожака тяпнула меня сзади в икру и тут у меня началась паника я поняла что они все могут осмелеть и набросятся на меня но я продолжала идти и не снижала темпа как только в поле зрения стали появляться дома собаки вдруг от меня отстали муж потом мне объяснил что они просто выгоняли меня со своей территории раны получились приличные муж сказал чтобы я сразу промыла их водой с мылом у щелочная среда как я потом прочитала создает неблагоприятную среду для заразы потом я сбегала к соседке одолжила перекись водорода она же мне рассказала что в той низине вроде живут цыгане это могли быть их собаки это меня несколько успокоило не будут же они собак с бешенством держать у них же тоже дети есть да и сам факт что они в стае тоже говорит о том что они среди здоровых не держали бы больную собаку хотя пока идет инкубационный период определить большинство невозможно можно полагаться только на природное чутье у животных я исключаю что вся стая могла состоять из бешеных собак потом укусили то они меня через байковые штаны зубы все-таки вытерли от своей слюны ядовитый я тоже начала изучать симптомы бешенства в интернете поняла что прививки 6 штук придется делать по любому если хочу спать спокойно днем мы встретились с моим дверным братом андреем и он женой посоветовал срочно идти в трампун в пироговку куда мы и направились там хоть я не гражданка россии мне обработали раны и сделали первую прививку от бешенства и заодно от столбняка когда не узнали что не последний раз сделали тут же в россии в самаре кстати первую прививку от столбняка когда еще было ребенком потом меня послали покупать временный медицинский полис нигде мне полис не продали так как факт укуса уже свершился я об этом сразу рассказывала я даже не подумала что не нужно было не надо рассказывать об этом вернулись мы обратно в трампун и заведующий фамилию его не помню вот была подпись у меня и вот в бумагах но у меня сейчас эти бумаг нету сказал что ничего страшного я продолжу все в америке как вернусь через десять дней так как главное что первую прививку сделали вовремя в 7 часов утром не укусили в 4 вечера мне уже сделали прививку и уменитет уже заработал а вот кстати вот это списке полисов которые мне дал вот тут вот и принципе все нормально мы нашли очень быстро и очень близко находилась это все но как я объяснила значит уже ничего не продали в том что факт свершился он также рассказал мне очень много интересного например переносчиком бежества может быть любое животное живое существо у которого теоретически есть слюные железы даже если клюнет ворона надо делать прививки также он дальновидно отметил своим служивцам что надо бы продумать как оказывать медицинские услуги следующим летом когда съедется много болельщиков на футбол потому что world cup в 2018 в самаре будет тоже проходить это один один из городов но я успокоилась и мы решили позвонить моему участковому врачу в америку и предупредить что мне нужно будет сделать серию прививок все нормально на следующее утро 13 июля звонит мне елена валентин она валентиновна участковый врач по петра дубраве это район самары и требует точный адрес я сказала в пироговке что адрес какой помнила такое сказала он оказался не точный но она меня отругала я дала ей точный адрес нашла наконец-то и она сказала что я отношусь не к ней а к 14 медсанчасти и что она передаст мои данные и что я должна буду пойти туда и сделать прививки остальные отругала меня за то что я так халатно отношусь к таким важным вещам адрес не точный дала я сказала что у меня нет страховки что я доделаю их в америке как мне потом как мне там объяснили пироговки она рассердилась на меня и сказала что с этим шутить нельзя и они сделают мне сколько успеют бесплатно я почувствовал себя как будто и основа в ссср в те старые добрые времена когда государство заботится о здоровье своих граждан и я подумала про себя ругайте меня ругайте короче через полчаса буквально мне позвонили с 14 медсанчасти и и велели прийти регистрироваться и продолжить делать прививки заметьте не предложили а велели пришли мы на следующий день как раз надо было вторую делать прививку это первый нулевой день 2 на третий день 14 медсанчасти новосадовой замаре там меня осмотрел хирург все заполнил хадыров саяб заргарович медсестрой я не помню как зовут даже замерил ран и все заполнил необходимое сделали прививку я пыталась оплатить как-то но они объяснили мне что экстренные услуги в список платных не входят мне потом некоторые говорили что надо было так отблагодарить бутылку бутылку там коньяка коробка конфет но я этого не сделала вот значит это карточка которую там на меня завели вот отметили первые три перевивки как вы видите мне сделано было по расписанию вот тут вот так же сказано что мне сделали и от столбняка и вот дали вот такой вот список то есть расписание то есть отметили 3 и вот эти отмечены уже сделал найти еще не сделаны так что вот такой у меня был списочек передо так третью прививку опять там же я сделала между второй и третьей прививкой мы кстати с мужем и дом успели в москву сгонять на тень отлично получилось там так значит когда мы делали третью прививку там был еще один врач нафиков сейчас посмотрю ренат габдель хакович тоже большое спасибо ему в общем всем и хадырова саяб заргарович и медсестре которая делала мне прививки нафикову и особо хочу поблагодарить заведующего травмпунктом в пироговке и медсестру молодого которыми делала прививки первые от бешенства первые и от солдняка имен не помню но большое спасибо ну все-таки в шоке я была как-никак а со своей стороны я провела им краткую политинформацию поделилась своими взглядами на ситуацию в мире была приятно удивлена здоровой и адекватной позиции этих людей ну это конечно по моим меркам но я считаю что мои мерки правильные здоровые и адекватные а